Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение нашу сладкую парочку твикс Лену, которая рисует, и Майкл, который поет сиренады. Но обо всем по порядку. Как всегда, уточняю, что это видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Лена появилась на YouTube с видео «Не мой человек. Я учусь быть гибкой, быть должной всем, друзья, по всему миру». Такой маленький спойлер, посмотрев видео, я не нашла много совпадений с названием, но да ладно. Видео, видеоматериал все еще старый. Сцена первая соответствует дню первому пребывания Ольги в Екатеринбурге, то есть когда она только-только прилетела. Заехали они всей семьей за Юлей и едут обедать. И знаете, разгорелись в комментариях интересные споры, почему нам показывают старый видеоряд, отснятый неделю-две назад. Первая причина возможная, которую предлагают как объяснение, это то, что сейчас готовятся они к распродаже и наснимались заранее побольше, чтобы освободить время. И вторая версия, которую тоже активно предлагают, что нам же показывали, как Лена ходила в центр пластической хирургии, затем они ходили на какие-то там процедуры. Ольга хотела омолодиться. Так вот, второе предположение, что Лена с Ольгой сейчас омолаживаются, делают что-то с лицом. И чтобы не показывать себя после пластики какой-то, видео заранее опять же наснимали. И выкладывают нам сейчас вот отснятый материал. По сути, большую часть того, что нам показывают в этом ролике, мы уже видели. Как в роликах Ольги, так и в роликах Юли. Заехали они за продуктами и, конечно, гвоздь программы. Заехали в Макдональдс за мороженым и набрали других вкусняшек. И вообще, это, конечно, понятно и правильно. Лена же сейчас на индивидуальном рационе, на правильном питании. Недавно она нам сказала, что она очень следит за своим питанием и она на здоровом питании. И вот, естественно, какое же здоровое и правильное питание может быть без Макдональдса. Ну, сами подумайте. И вообще, все диетологи мира, это уже проверено, доказано. Когда составляют индивидуальную диету, индивидуальный план питания для каждого, кто к ним обратился, пациента, они там так и пишут первым пунктом. Обязательно к посещению Макдональдс. Если хоть день пропустите, то результата не будет. Если же будете питаться в Макдональдсе регулярно, то минус 30 килограмм за 3 дня, это вот просто гарантированно, проверено. Вот Лена, судя по всему, сходила именно к такому диетологу. Он ей прописал в качестве правильного здорового питания ежедневные поездки в Макдональдс. Вот она и ездит. Дальше Лена у нас с камерой общается. Ее посетила гениальная мысль. Она говорит, что если вас куда-то там не пригласили, где-то на вас не обратили достаточного внимания, то на это не нужно обижаться. То есть Лену куда-то перестали приглашать в Екатеринбурге. Либо она кого-то куда-то не пригласила, потому что данная философская мысль ей пришла как раз после вечеринки с подружками. То есть кому-то с кем-то было, видимо, некомфортно общаться. Дальше Лена нам приводит пример с Машей, которая из Сан-Диего, и с которой у них была запланирована совместная поездка. Но Лена отменила эту поездку и улетела в Лос-Анджелес к подружкам, к трою, знакомиться с мужчинами. И как я понимаю, тут главная еще проблема была, что Лена заранее не предупредила. Она сказала в последний момент. То есть Маша готовилась, собиралась, возможно, даже отпуск какой-то взяла под это мероприятие, под их поездку. И тут Лена такая, извини, прости, сегодня лечу не к тебе, сегодня лечу там вот к другим подружкам. Но, говорит Лена, Маша очень-очень прокачанный человек, она не обиделась. Еще Лена нам сказала, что у нее сейчас все идеально с друзьями. У нее заполнена полностью вот эта сфера, помните, Лена нам показывала баланс такой сферы. Сферы жизни, которые ей нужно прокачать. Так вот, сфера с друзьями у нее прям прокачана идеально. И более того, у нее проверенные, надежные друзья. Не только в России, но и по всему миру. Ну, конечно, мы помним. Мы все помним. И также ту подругу, которая ей советовала не связываться с Майклом. Подругу обвинили во всех смертных грехах. Подруга тоже обиделась и там хотела подавать на Лену и на Ольгу в суд за ложные обвинения. Или какая там была причина, которую она собиралась заявить в своем исковом заявлении. Но умные люди ей сказали, что если не было причинено вреда репутации и бизнесу, не было каких-то материальных потерь, то что-то взыскать с Леной и Ольгой, тем более они имен не называли, не получится. Это просто личное, субъективное мнение человека было. Поэтому да, друзей много. Все проверенные, все надежные. Опять же, тот же компромат из группки. Как всплыл? Там же у Лены сидели все подружки, все друзья, знакомые. А на каждого первого встречного сразу свои не то что знакомые, а друзья зачисляют. Ну вот, компромат всплыл. Ну и Лена нас в очередной раз учит, что нужно не быть потребителем. Нужно отдавать, иначе ни дружбу, ни отношения не построят. Ну тут уже все зрители очень давно задаются вопросом, что же такое Лена отдает. Пока никто не нашел ответ на этот вопрос. Это тайна, покрытая мраками. Только сама Лена знает, что же она там отдает такого, что она не считает себя потребителем. Ну и гвоздь программы Лена нарисовала в инстаграм рисунок. Говорит, дочь попросила. И вот главный вопрос дня. Кого же нарисовала Лена? Я вам сейчас этот рисунок пущу по экрану. Заметьте, высунутый изо рта язык. Странное выражение лица. Мы помним, кто недавно у нас тоже рисовал. Так у кого же вдохновилась Лена и кого она нарисовала? Можете писать свои варианты в комментариях. Если что, я могу поставить сейчас два этих шедевра. Один в исполнении Майкла, а другой в исполнении Елены. И можете тоже сравнить, у кого художественный талант и навык разве лучше. Переходим к Майклу. Майкл поет. Опять в машине. Опять в песне. Поет, периодически заменяет оригинальный текст на имя Лена. И вставляет цыганская королева. Показывает, я так понимаю, тики или что там Майкл изображает. В общем, изображает Лену. Поет про Лену. Следующая песня. И вот же неожиданно. Следующая песня посвящена Лене. Вы знаете, уже пошли практически серенады. Только поет он у Лены не под балконом. А на паркинге у себя. И да, девочки, поддержите меня, пожалуйста, лайком за этот подвиг. Я применила насилие к своим ушам. И я послушала эти две серенады, чтобы рассказать вам, есть ли там что-нибудь интересное. И да, какой еще могу сделать вывод. Как бы Майкл не старался, караоке не пел. В этом случае я вынуждена констатировать факт, что у Лены голос и слух лучше, чем у Майкла. Поэтому после песен Майкла я Лене простила даже танцующую голову в машине. Это что касается певческих талантов. А что касается таланта к рисованию, это вы мне, пожалуйста, напишите, чей рисунок вы считаете лучшим представителем своего вида. И еще один ролик от Майкла. Майкл отвел Пигги к доктору. Ему выписали таблеточки. Теперь Майкл лечит Пигги. На это все. Пишите, что думаете. Всем пока. Продолжение следует.